Казаки Минусинского казачьего округа помогают ребятам ставить палатки в полевом лагере на берегу речки Шуш. Подростки из детских домов Шушинского, Ермаковского, Минусинска, Краснотуранска и Новоселова в течение 10 дней будут погружаться в жизнь казачьей станицы, играя в военно-спортивную игру «Казачий сполох». Первым делом надо научиться жить в полевых условиях. Готовить еду на костре, дежурить по столовой. День начинается с бытовых хлопот. Держи! Стой! Выравниться! Здорово ночевали казачки! Слава Богу! Люба! Поздравляю вас с открытием казачьего лагеря! Люба! 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 Много чего должен уметь участник игры «Казачий сполох». Ходить строем, знать материальную часть огнестрельного оружия, уметь стрелять, бегать кросс и действовать в экстремальных ситуациях. И здесь вы научитесь уважать старших, уважать самих себя, уважать простых людей. Вы молоды, конечно, но кое-кто завтра пойдет в армию. Почему здесь собираетесь вы? Потому что вы будущие воины, будущие защитники нашего отечества. Лагерные будни проходят в постоянных тренировках и занятиях. Здесь ребята разного возраста. Два. Делай раз. Правая рука, левая нога. Правая рука, левая нога. Ну, лёг. Давай, покупай. Два. Поменяли. Два. Раз. Два. Раз. Два. Носочек вниз. Казачки не только постигают азы строевой подготовки, но и учатся метать в цель ножи. Отрабатывать приемы рукопашного боя преодолевают полосу препятствий. Родовесие держи и не торопись. Здесь спешить некуда. Спокойно, спокойно. У тебя ноги качаются. Вот. У тебя ноги качаются. В лагере есть несколько девочек. К ним отношение теплое и у взрослых, и у ровесников. Но коль записались в казачки, должны тренироваться наравне с мальчиками. Вот. Вот и сюда. Куда-то. Куда-то. Вот до конца она. Немножко за сюда. Ну, то есть вот. Вверх. Наверх. Наверх. Нет, нет. Смотри, вот они зажигают. Апофеоз десятидневных сборов. Конная тренировка. Так как никто пока не может похвастаться умением не только скакать, но и ездить на лошади, все внимательно слушают инструкторов. А им рассказывают, что настоящие казаки уже с трех лет уверенно сидят в седле, могут ездить без поводьев и чувствуют лошадь, как продолжение самого себя. Вот за эту хватает, за подушечку. И подтягиваешься. Вот. Молодец. Один есть. Эти ребятишки не родовые казачата. Старшие товарищи только предлагают подросткам эту казачью модель. Делают все, чтобы они привыкали к этому образу жизни и делали для себя вывод, хотят ли они продолжать свою жизнь в статусе казака. А что для вас, какое имеет понятие казак? Свободный человек. Закрытие лагерного сезона совпадает с фестивалем казачьих традиций, который проходит на месте бывшего казачьего поселения. Ребятишкам представляют главную сцену для показательных выступлений и награждают по итогам военно-спортивной игры. Преемственность поколений. Это самое важное сегодня. Вот вы обратили внимание, сегодня вышли ребята казачьего сполоха, да? Вот две недели сборов на берегу реки Шуш, вот они жили в землянке, в палатках и так далее. Представляете, погадали такую культуру. За две недели они научились тому, чего не знали вообще никак. И когда мы сегодня приехали их забирать, они говорят, нет, давайте продлим еще. Нам стало интересно, вы понимаете? И сосковалась сегодня Россия, Русь-матушка, по настоящим традициям, по нашей русской культуре, по нашим русским традициям. Служу Отечеству, казачеству и вере православной. Аплодисменты.